Из бесед святителя Анастаса Таусова, том 7, 37 беседа. Здесь говорится, как вредное зрелище в жизни христианина, да и вообще всех людей. В то время были театры. В театре шли люди смотреть зрелище. И вот на это говорит святитель, как много вреда они приносят, как для души того, кто туда ходит, на эти зрелища, и для тех, с кем он общается. Потому что то, что видел человек там, то рассказывает дома, жене, о, там знаешь, что было, как это, детям это все. И это все принимается. И даже те, говорит, которые не для себя лично от этих смотрений зрелищ вреда не имеют, а становятся такими же благочестимыми, как были, то есть эти зрелища как бы на их душу не повлияли. Но ты, говорит, принес большой вред для ближних, потому что они видят, скажут, о, какой он благочестимый, а ходит куда, в какие, значит, заведения, в зрелище. Ой, то есть падал соблазн. Этим ты принес, говорит, вред тоже душам тех, ближних своих. И вот говорит здесь. Чародейство доходит до такой дерзости, что они не стесняются даже тревожить кости умерших. Не они ли заставляют тратить тысячи на это лукавое дьявольское сонмище, и распутся, и другие бесчисленные пороки? Откуда? То есть чародей было, что вызвали там мертвых, показывали перед собравшимися там, как бы кто-то говорит, там еще какие-то чудеса такие, что являлись им. Теперь видишь ли, что ты разрушаешь жизнь, привлекая на эти зрелища, а я скрепляю ее, уничтожая их. Итак, нам должно уничтожить театр? Вопрос задает. Чтобы не было этих зрелищ? Чтобы не было их все поломать, взорвать театры? О, если бы это было только возможно! Если вы хотите, то я согласен уничтожить и истребить их. Впрочем, я не требую этого. Сделайте то, чтобы он, и существуя, как бы не существовал, это доставит вам большую похвалу, нежели разрушение его. Если не другому кому, то, по крайней мере, старайтесь подражать варварам. То есть, языческим некоторым народам, племенам. У них вовсе нет таких зрелищ. Чем же мы оправдаем себя, если, будучи гражданами неба, приобщившись к лику хирургимов, и имея общение с ангелами, окажемся в данном случае хуже варваров? Тогда, как вы можете иметь тысячу других удовольствий гораздо лучше. Если ты хочешь получить удовольствие, иди в сады, к текущей реке, к озерам, рассматривай цветы и слушай пение кузнечиков, посещай гробницы мучеников. Здесь найдешь ты и здравие для тела, и пользу для души, а вреда никакого. И не будешь раскаиваться после такого удовольствия, как то бывает после тех зрелищ. Гобницы мучеников в другой беседе он говорит, что чаще, говорит, посещайте кладбище, чтобы это нам напоминало, что жизнь наша короткая. И вот лежат там уже, смотришь, пошли там столько-то лет, двадцать, пять лет, владенец совсем, старец девяностолетний. Таких мало, конечно, кладбища. Больше таких, что в 60 лет, 50, 40 лет. Большинство таких. Чаще, говорит, посещайте кладбище. Для чего? Чтобы было напоминание нам, что и мне придется где-то здесь тоже место, мое место будет здесь. С чем я приду? Какое богатство принесу я с собой? Что приготовил за время моей жизни земной? Ты имеешь жену, имеешь детей? Что может сравниться с этим удовольствием? У тебя есть дом, есть друзья. Эти удовольствия вместе с целомудрием доставляют и великую пользу. В самом деле, скажи мне, что может быть приятнее детей и жены для того, кто хочет жить целомудренно? Говорят, что варвары, услышав об этих беззакониях, зрелищах и непристойных удовольствиях, произнесли весьма мудрое изречение, сказав, римляне выдумали эти удовольствия, потому что не имели жен и детей. Как будто бы в сегодняшнее время столько много зрелись, а почему? Ну, потому что и жен нету, не то, что это гражданский брак, просто так. Называется блуд, но он так хорошо, красиво звучит. Гражданский брак, вроде бы, да. Да несколько еще гражданских жен, несколько бывает. А детей? Да детей-то, а зачем дети? Нужно жить в своем удовольствии. Говорят, брать из жизни все, что нужно. А то трудно прокормить их будет сегодня, в это время трудно прокормить будет. Когда в какой магазин не зайдет, даже у нас в деревню в Корсино зайдешь, и там столько всего, что в 90-е годы в Барнауле такого не было, что там в сельском магазине сегодня есть. Трудно прокормить. Они показали этим изречением, что для того, что хочет жить честно, нет ничего приятнее жены и детей. Но что скажешь ты, если я укажу тебе людей, которые не получили никакого вреда от того, что проводили время в театре? Но и то уже составляет великий вред, что они тратят напрасное время и служат соблазном для других. Положим, что ты сам не терпишь никакого вреда от зрелищ, но ты возбуждаешь к ним охоту в другом. Да и возможно ли, чтобы ты сам не получал вреда, когда подаешь повод ко вреду другим? Ведь и чародеи, и блудницы, блудники, и блудницы, все эти дьявольские скопища вину своих действий возлагают на твою главу. Если бы не было зрителей, то не было бы и тех, которые действуют на зрелищах. Наоборот, раз есть зритель, то являются и действующие лица. Итак, хотя бы ты немало не вредил своему целомудрию, что, впрочем, невозможно, но ты жестоко будешь наказан за погибель других, как зрители, так и тех, которые их увлекали на зрелище. Притом, ты еще более приобрел бы целомудрие, если бы не ходил туда. Если ты и ныне целомудрен, то был бы еще целомудреннее, если бы убегал этих зрелищ. Итак, оставим бесполезные споры и не будем вымышлять безрастудных оправданий. Единственное оправдание состоит в том, чтобы избегать пищи вавилонской и удаляться египетской блудницы. Хотя бы пришлось и ногим вырваться из рук ее. Поступая таким образом, мы будем наслаждаться великим удовольствием, без всякого угрызения совести, и настоящую жизнь будем вести целомудренно, исподобимся будущих благ, благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.